Повара, каменщики, парикмахеры, автомеханики в Лейпциге подводят итоги международного конкурса профессионального мастерства WorldSkills. Его еще называют Олимпиадой среди тех, кто умеет работать руками. Впервые в этих соревнованиях выступили и россияне. Из Германии наш субкор Иван Благой. Он может нарезать кирпич, как сыр, ломтиками. Лучший каменщик России Юрий Александров из Марии Эл за 22 часа в Лейпциге должен построить из кирпича копию Бранденбургских ворот и выполнить еще ряд заданий. Отвлекать его нельзя на счету каждые секунды, и ошибок конкуренты не прощают. Если ошибка в один миллиметр, а вы представляете, один миллиметр в кирпичной кладке, это, в общем-то, маленькое отклонение, то здесь это считается уже большое отклонение, и за это снимаются очки. В Лейпциг приехали мастера золотые руки со всего мира. Более тысячи профессионалов из 50 стран сражаются за титул лучшего из лучших. Вот, например, японская команда показывает высший класс в управлении роботом-транспортером. Я могу заставить робота сделать точно все, что захочу. Я много работаю над этим. Дисциплин настолько много, что постоянно оказываешься в центре соревнований. Собрался поесть, а это ни кафе, ни ресторан. Эксперты за столами оценивают умения официантов. Ну а за стенкой парят, варят и жарят. Это уже повара состязаются в том, чье творение вкуснее, нежнее и душистее. Нам дают обязательно ингредиент, который должен быть использован. А там уже придумай, что хочешь. Но вот сегодня был один из самых интересных. Было парфей с куриной печенью. И оно удалось очень-очень хорошо и по вкусу, и по качеству, и по презентации. Эксперты довольны. Разброс профессий колоссален. От кондитера до фрезеровщика. От каменщика до парикмахера. На самом деле это равносильно олимпийским играм. Потому что то же самое. Здесь точно такие же конкурсанты. Здесь такая же идет конкуренция. Россия в подобных состязаниях для умеющих работать руками участвует впервые. Громких побед сегодня от сборной никто не ждет. Главное посмотреть и понять, как отточить свое мастерство. Например, автомеханики в России просто не привыкли работать так быстро. Вот ту работу, которую они делают здесь за три дня, в реальности делают за неделю. В России? Да, в России. Ну, на всех авторизованных сервисных центрах и различных автомастерских. Но там, где наши не берут скоростью, они берут качеством. Пример тому команда Столяров. То, что в этом конкурсе появились участники из России, это интересно для всех, так как позволяет нам учиться друг у друга, смотреть на лучших. Этот конкурс позволяет еще и понять, как решить одну из главных проблем – увеличить производительность труда. Посмотреть, что для этого делают в других странах. Компьютерные технологии сейчас используют даже там, где каких-то 10 лет назад их и представить себе было невозможно. Ну вот кто когда мог подумать, что сварщики смогут тренироваться в шлемах виртуальной реальности? Но это происходит уже сегодня и позволяет готовить специалистов экстра-класса. И такие специалисты ценятся на вес золота. Ведь во всем мире перенасыщенным офисными клерками остро не хватает тех, кто способен работать руками. И вам благой Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Первый канал, Лейпциг.